Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, авторы Мерзляк-Полонский и Кир под номером 270. Нас просят найти значение выражения, предварительно сократив дроби. Итак, и обратим внимание на задание по цифре 1. 25,8 плюс 45,6. Мы видим, что числители и знаменатели этих дробей делятся на 5, потому что все числа заканчиваются нулем или пятеркой, оканчиваются. А вот 45 и 60, если мы найдем сумму цифр числа 45, 4 плюс 5, 9, делится на 3 и 60 делится на 3. Поэтому работа у нас с вами есть. Итак, по цифре 1. Запишем первую дробь 25,8. Сократим эту дробь на 5. 25 делим на 5, это 5. 80 делим на 5. 80 можно представить в виде слагаемых. 50 плюс 30. 50 делим на 5, 10. 30 делим на 5, 6. Получаем 5,16. Дробь 45,6. И числитель, и знаменатель делятся на 5. И числитель, и знаменатель делятся на 3. 5 и 3 это взаимопростые числа, значит и числитель, и знаменатель делятся на 15. 45 делим на 15, это 3. 60 делим на 15, это 4. Ну и теперь мы можем выполнить задание. Найти сумму дробей 5,16 и 3,4. Мы знаем, что, чтобы сложить две дроби с разными знаменателями, нужно сначала привести их к общему знаменателю. Обратим внимание, что знаменатель первой дроби кратный второму знаменателю. Значит, общим знаменателем будет 16. Дополнительный множитель ко второй дроби, 16 делим на 4, это 4. И тогда мы находим с вами сумму дробей 5,16 плюс 12,16. Знаменатель переписываем. Числители складываем. В 5 прибавляем 12, получаем 17. Неправильная дробь. Числитель больше знаменателя. 17 делим на 16, берем по одному. 16 умножить на 1, это 16, а теперь от 17 отнимаем 16, это 1. Получаем 1 целую и 1 шестнадцатую. По цифре 2. Первая дробь у нас 20 сорок пятых. И числитель и знаменатель делятся на 5. 20 делим на 5, получаем 4. 45 делим на 5, 9. 26 четвертых. 26 четное число делится на 2 и на 13. 50 четное число делится на 2, это 40 делим на 2, получаем с вами 10. И 14 делим на 2, 7. И на 17. Поэтому сокращать, сократить наши дроби можно только на 2. Получаем 13, 27. Первое задание выполнили. Сократили дроби, а теперь найдем их сумму. К 4, 9 прибавим 13, 27. Обратим внимание, что знаменатель второй дроби кратен знаменателю первой дроби. 27 делим на 9, это 3. Дополнительный множитель к первой дроби 3. Применяем основное свойство дроби, умножая числитель и знаменатель на одно и то же число 3. Получаем дробь 13, 27. А теперь складываем дроби с одинаковым знаменателем. Знаменатель переписываем, а числитель и складываем. К 12 прибавляем 13, получаем 25. По цифре 3. По цифре 3 у нас с вами 3 дроби. Первая дробь 36,03. И 36 и 300 делится нацело на 4. 36 делим и 36 и 300 делится нацело на 3. Так как 3 и 4 взаимно простые числа, то значит и числитель и знаменатель делятся на 12. 36 делим на 12, это 3. 300 делим на 12. А сколько мы можем взять? Давайте мы это сделаем в столбик. Можем взять по 2, будет 24. От 30 отнимаем 24, 6. Сносим 0. 60 делим на 12, это 5. Получаем дробь 3, 25. Вторая дробь 12, 40. И числитель и знаменатель дроби делится на 4. 12 делим на 4, это 3. 40 делим на 4, это 10. И последняя дробь. 350 тысячных. Обе дроби делятся на 10. Зачеркиваем нули. 35 и 100 оканчиваются пятеркой нулей числа, которые делятся нацело на 5. Значит сокращаем дробь на 5. 35 делим на 5, это 7. 100 делим на 5, это 20. Выполнили первую часть задания, сократили дроби, а теперь выполняем действие. 3,25. Складываем с 3,10. И вычитаем 7,20. Для того, чтобы выполнить это задание, нам нужно привести наши дроби к общему знаменателю. Число, которое делится и на 25, и на 10, и на 20. Это число 100. 100 делим на 25, 4. 100 делим на 10, это 10. И 100 делим на 20, это 5. Получаем с вами дроби, равные данным, воспользовавшись основным свойством дроби. 12 сотых плюс 30 сотых и минус 35 сотых. Знаменатель переписываем. Отчислитель вычисляем. 12 прибавляем 30, 42. И от 42 отнимаем 35, это 7. Получили 7 сотых. По цифре 4. У нас дроби 14,24. И числитель, и знаменатель, четные числа, поэтому можно сократить дробь на 2. Получаем 7,12. И числитель, и знаменатель делится на 3. Числитель делится на 3, и знаменатель на 3. На 9 числитель не делится, потому что к 3 прибавить 9, это будет 12. 12 на 9 не делится. Если сумма цифры не делится на 9, то и число не делится на 9. Сокращаем на 3. В числителе получаем 13, в знаменателе 30. И 15 сотых. И числитель, и знаменатель делится на 5. 15 делим на 5, это 3. 100 делим на 5, это 20. А теперь от 7,12. Отнимаем 13,30. И складываем с 3,20. Число, которое делится на 30, и на 20, и на 12, это число 60. 60 делим на 12, получаем дополнительный множитель в первой дроби, это 5. 60 делим на 30, это 2. И 60 делим на 20, это 3. Нашли дополнительный множитель, и теперь применяем основное свойство дроби. Получаем 35,6. Минус 26,6. И прибавляем 9,6. Знаменатель переписываем. Отчислители вычитаем. Вычисляем. От 35 отнимаем 26, это 9. И к 9 прибавляем 9, это 18. И 18, и 60 четные числа делятся на 2. И 18, и 60 делятся на 3. Значит, так как 3, и 10, 3, и 2, это взаимно простые числа, то и 18, и 60 делятся на 6. 18 делим на 6, это будет 3. 60 делим на 6, это 10. Получили 3 десятых. Пятое. 42,120. И 42, и 120 делятся на 2, потому что числа четные. И 42, и 120 делятся на 3. Значит, и числитель, и знаменатель делятся на 6, сокращаем дробь на 6. 42 делим на 6, получаем с вами 7. 120 делим на 6, 20. 20, 30 вторых. И 20, и 32 делятся на 4. 20 делим на 4, это 5. 32 делим на 4, это 8. Получили дробь 5 восьмых. И следующая дробь. 28, 160. 28 и 160 делятся на 2, потому что отчетные цифры последние. 28 и 160 делятся на 4, потому что знаем таблицу умножения. 28 делим на 4, это 7. А 160 делим на 4, это 40. Ну, теперь выполняем действие. 7 двадцатых. Складываем с 5 восьмыми. И вычитаем 7 сороковых. И здесь очень просто, потому что знаменатель третьей дроби кратен и 20, и 8. 40 делим на 20, это 2. 40 делим на 8, это 5. Применяем основное свойство дроби, приводим дроби к общему знаменателю. Получаем 14 сороковых плюс 25 сороковых и вычитаем 7 сороковых. К 14 прибавляем 25, получаем 39. От 39 отнимаем 7, получаем 32. 32 сороковых. И числитель и знаменатель дроби делятся на 8, сокращаем на 8. 32 делим на 8, это 4. 40 делим на 8, это 5. Итак, получили дробь 4 пятых. И последнее, шестое задание. 45, 72. Если вы знаете хорошо таблицу умножения, то сразу вспоминайте, что и 45, и 72 мы встречаем в таблице умножения на 9. И 45, и 72 делятся на 9. 45, 9 делим на 9, это 5. 72 делим на 9, это 8. 5 восьмых. 33, 13, 144. Числитель делится на 3 и на 11, а знаменатель 144. Если у вас есть перед вами таблица квадратов, то 44, это 12 в квадрате. Поэтому 144 делится только на 3, на 11 не делится. 33 делим на 3, это 11. 144 делим на 3. 120 делим на 3, это 40. 24 делим на 3, это 8. Получаем 11, 48. Ну, теперь выполняем действие, сокращая дробь 20 шестьдесят четвертых. И 20 и 64 делится на 4, получаем 5. 64 делим на 4. 64 это 40 плюс 24. 40 делим на 4, 10. 24 делим на 4, это 6. Теперь выполняем действие. Находим значение выражения 5 восьмых минус 11 сорок восьмых и минус 5 шестнадцатых. И 8, и 48, и 16 имеют делителем 8. 8 наибольшой общий делитель. Поэтому 8 это 8 умножить на 1. 48 это 8 умножить на 6. И 16 это 8 умножить на 2. И мы видим, что общий знаменатель будет 48. 48 делится на 8, это будет 6. И 48 делится на 16, это 3. Приводим дроби к знаменателю 48. 6 у 5, 30. 6 у 8, 48. Минус 11 сорок восьмых. И минус 15 сорок восьмых. От 30 отнимаем 11. Получаем с вами 21. И от 21 отнимаем 15. Это 4. Итак, 4 сорок восьмых. Обратим внимание, что и числитель, и знаменатель делятся на 4. Поэтому сокращаем дробь на 4. 4 делим на 4. 1. 48 делим на 4. Получаем 12. 1 двенадцатая. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео. Зачем, поехали. Продолжение следует...